Стихотворение Надежды Тейфи. Весна. У нас образовался особый клуб. Не помню сейчас, в чем там было дело, но главное, что все члены клуба должны быть непременно влюблены. Не влюбленных не принимали. А у меня была приятельница, Зося Яницкая. Она меня очень уважала за то, что я очень много читала, и главное, за то, что писала стихи. Вот она переговорила со своими подругами и порекомендовала меня. Те, узнав про стихи, сразу же согласились. Но, конечно, спросили, влюблена ли эта Зо и в кого? Как быть, я бы, конечно, могла наскоро в кого-нибудь влюбиться. Зося. Зося предложила мне влюбиться в ее брата. Брат ее гимназист, молочина. Да ведь я же его никогда не видела. Ничего, я его тебе покажу в окно. И вот на следующий же день прибежала за мной Зося и потащила меня к окошку. Смотри, скорей, вот они идут. А вот и он, Юрек. У меня сердце колотилось так, что даже в ушах звенело. Который? Который? Да он этот, круглый. Смотрю, действительно, один из мальчиков ужасно какой круглый. Ну, совсем как яблоко. Мне как-то в первую минуту даже больно стало, что нужно любить такого круглого. А Зося спрашивает, ну что, ты согласна? Ну, что делать? Да. А Зося обрадовалась. Я сегодня же спрошу у Юрька, согласен ли он в тебя влюбиться. Потому что в нашем клубе требуется, чтобы любовь была взаимной. И вот, на следующий день одевает меня Зося в угол и рассказывает, как она предложила Юрьку в меня влюбиться. И тогда он спросил, это какая же Зо? Это та, что с абажуром на шее? Мне было очень неприятно, что мой чудесный воротничок, которому многие девочки завидовали, он назвал абажуром. Но из-за такого пустяка разбивать и свое, и его сердце было бы глупо. И так начался роман. Каждый день в четыре часа я бежала к окошку и махал ему платком. На мое приветствие оборачивалось круглое лицо, и было видно, как оно вздыхает. Потом Зося принесла мне открытку, которую Юрек сам для меня нарисовал и раскрасил. В ответ я послала ему стихи. Когда весною ландыши цветут, мне мысли грустно идут. И вспоминаю я всегда о днях, когда была я молода. И вот, дня через два приносит мне Зося стихи от Юрька. Стихи были непонятные, и слова в них были совершенно ужасные. Я как только прочла, так сразу же разорвала бумагу на мелкие кусочки. Ухватила я только одну фразу. Я как больной садана, влекусь к тебе. Больной стону, такой круглый, и вдруг оказывается больной садана. На следующий день побежала в четыре часа к окошку. Вижу, ждет. Я скорчила самую безобразную рожу, высунула язык, развернула спиной и ушла. Зося, я твоему брату дала отставку. На следующий день Зося приходит в школу ужасно расстроенная. Ты сама не знаешь, что она делала. Юрю говорит, что ты его оскорбила. И что он, как дворянин, не перенесет позора. Я безумно испугалась. Что же он сделает? Не знаю, но он в ужасном состоянии. Как быть? Неужели застрелится? Напишу ему письмо в стихах. Он тогда стреляться не будет. Стала сочинять. Пух, цветущий в деревьях, влетел и кружился в воздухе. Щебетали веселые птицы, и пахло водой, и медом, и молодой весенней землей. «Весна!» — написала я. Спасибо. Спасибо.